Мы склонны думать, что искусство находится в музее, но оно почти никогда не начинается там. Это видео называется «Места и пространство». Тему мы будем исследовать, используя три работы. Сент-Ремида Прованс, расположенный на Юге Франции, был превращен в сумасшедший дом в начале 1800-х. Что касается психиатрических больниц, то Сент-Ремида был довольно хорош. Сады, горы, высокие деревья, тихие деревни. В 1889 году Сент-Ремида стал домом для Винсента Ван Гога, большего всех художников в 30-ти годах, который зарегистрировал себя после психического срыва. Это интересно, когда вы думаете о том, чтобы быть в таком замкнутом пространстве, но все же вы смотрите на этот очень обширный пейзаж. Как это влияет на ваше психическое состояние? В рамках своего лечения Ван Гогу было рекомендовано продолжать заниматься живописью. И так он рисовал. Его коридор, его палата, его доктор, но он боролся с ночным небом. Это ясно, что чтобы нарисовать ночное небо, недостаточно просто рисовать белые кружочки на темно-синем. Ван Гог начал экспериментировать. Он объединился в множество различных взглядов с осиосвитого павла. Горы, кипарисы, дома. Он использовал цвет, он использовал маски, кисти. В результате получился, пожалуй, самый известный современный пейзаж в истории современных пейзажей. Я уверена, что это действительно увлекло и смутило людей. Я думаю, что это одна из самых замечательных вещей в искусстве. Это то, что она толкает людей, и в то же время она как бы встречает вас там, где вы находитесь. Ван Гог нарисовал ночное небо так, как никогда раньше не было видно. Не неподвижно, но бурно, как сам Ван Гог. 50 лет спустя на Францию обрушилась совсем другая турбулентность. Париж был от рук нацистов, и голландский художник Пит Мандриан был вынужден бежать. Тьму было под 60, когда он приехал в Нью-Йорк. Это была любовь с первого взгляда. Мандриан был очарован. Небоскребы, электрические фонари. Люди и музыка. В Европе Мандриан был больным танцором. Он слушал музыку фокстрота. Он был уважаемым художником, известным своим все выделяющимся минималистичным стилем. В Нью-Йорке он слушает джаз. Он танцует под буги-вуки. В возрасте 68 лет его стиль снова меняется, и он рисует это. Его любовное письмо Нью-Йорку. Бродвейское буги-вуд. В 1950-х годах Ниагарский водопад был местом, где вы проводили свой медовый месяц, получали гидроэлектростанцию и вообще пользовались всеми преимуществами послевоенной экономики. 20 лет спустя Ниагарский водопад не был тем местом, куда вы отправились в свой медовый месяц. Промышленные рабочие места уходили за границу, сотни обреченных домов. Ниагарский водопад выглядел как множество американских городов. И именно это привело гордона Матта Кларка туда в 1974 году. Матта Кларк получил диплом архитектора и сразу же понял, что он не собирается быть им. Он все портит, он размывает границы, он делает вещи, которые действительно неожиданны. Он использовал здания для создания своего искусства и привлечения внимания. Матта Кларк берет заброшенный дом Бинго, что-то, что все равно должно было быть разрушено, но затем разрушает его действительно захватывающим образом. У Матта Кларка ушло 10 дней на то, чтобы превратить фасад дома в 9 одинаковых квадратов, похожих на доску для игры в Бинго. Предлагает нам переключить наше внимание на то, что многие люди не видят. Он не берет супергладкие здания, чтобы сделать это. Нет, это рушится, забывается, сметается под ноль. Из 9 экспонатов эти 3 были помещены в музей. Эти 5 были выброшены из кузова этого грузовика. И последняя часть, центральный квадрат остается. Пока он не был уничтожен бульдозером вместе с остальной частью дома через несколько минут. Место, где Гордон Матта Кларк создал Бинго. Место, где Винсен Бангок создал спецную ночь. Место, что Фит Мандриан сделал братвейским Буги-Буги. Фит Мантриан Продолжение следует...